Кремлевский комбинат Начинаем с чего? У нас есть стол, в данном случае круглый стол, примерно на 8 человек Ну, вы понимаете, да, что этот стол, это не ресторанный стол Ресторанный стол должен быть покрыть специальной тканью Так называемое шинельное сукно Для чего? Кто скажет? Правильно, молодцы! Еще? Чтобы вот этого звука не было Противного, который слышат с соседних столов Поэтому все это покрывается шинельным сукном Мягкая ткань После этого И, естественно, чтобы столешница дольше прожила Чтобы не было протечек всевозможных Покрывается специальной тканью У нас как бы нет, но считайте, что есть Покрыли Потом начинаем накрывать скатерть Накрыли Значит, смотрите, есть два варианта Либо скатерть должна быть заранее отглаженная Это как бы в лучшем случае Но вы должны понимать, что В основном банкеты, фуршеты или мероприятия Бывает иногда спонтанно Вот особенно В таких предприятиях, как у нас Приходишь Вроде на работу Ничего не говорили Через пять минут звонок Ребята, банкет Там 200 человек Надо накрывать Ничего не готово Надо как-то выходить из положения Значит, по поводу скатерти Есть у нас неотглаженная скатерть Ее можно, что называется, отлить Как это делается? Есть специальный Есть специальный такой насос Типа Вот В сельской местности Кто жил Знаете, там бабушки ходят Поливают Кустики Вот Что-то типа этого Значит Сзади ранец Литров 20 воды И специальный человек ходит И вот это все отливает После того, как все это намокло Это все надо аккуратненько разгладить Чтобы не было ни одной складочки Чтобы все было ровненько Чтобы все было чистенько Главное, чтобы спуск юбки Был абсолютно одинаков везде Вот видите Вот это уже Да Поэтому надо Желательно такой большой стол Накрывать вдвоем Вот один человек стоит И говорит Там ниже, выше Аккуратненько Накрыли Оттянули Все Все натянулось Да После этого, что начинаем делать Ну, стулья Нет, сюда, Леш, чуть-чуть Надо обшить стул Вот этот стол стульями Но мы сейчас это не будем делать Чтобы вам лучше было вида Итак, начинаем Начинаем сервировать Показываю У нас есть три вида тарелок Вот эта тарелка Я сейчас вам покажу Они все разные Вот они все разные Смотрите Да Они отличаются Во-первых, они отличаются диаметром Да И во-вторых, они отличаются высотой вот этого борта Вот эта тарелка Называется Подстановочная Либо Второе название Мелкая столовая тарелка Вот в данном случае Мы будем использовать Как подстановочную Что такое подстановочная тарелка? На эту тарелку Ставят Другие тарелки Эта тарелка Называется Закусочная То есть Подстановочная Закусочная Диаметр Диаметр и высота борта И третья тарелка, которую мы используем в сервировке Называется Пирожковая Пирожковая Леша, пять баллов Пирожковая Есть еще Много-много-много-много-много-много Всяких тарелок Вот эта тарелка Приспособлена для У нас Для вторых Для первых горячих блюд Для супов Для бульонов Для супов консомен В общем, много разных Но фактически Вот эта тарелка Эта тарелка десертная То есть Можно подавать десерты Всевозможные Каши Сладкие Гуревские Это тоже десерт Мороженое Специальное С каким-то соусом Какую-то Желеобразную массу С сухофруктами И так далее То есть фактически Ее можно использовать Двух видов Либо это у нас Тарелка Десертная Либо это тарелка Для первых горячих блюд Да Ну, пока мы ее отложим Если у вас Большое количество гостей Большое количество гостей Можно, допустим Взять тарелку на руку Здесь стопка Тарелка Но это тяжело Особенно если Как бы девушки сервируют Все-таки руки слабые Вот Можно работать с подноса В чем разница Если вы работаете Если у вас в левой руке Поднос Поднос Должен быть покрыт салфеткой На салфетке Должна быть стопка тарелок Тогда Допустим Вы берете тарелки По количеству гостей Вот если допустим Мы сервируем на 6 человек То на подносе должно быть 6 тарелок Если поднос Не используем То мы берем седьмую тарелку И используем ее Как поднос То есть Вот эти все движения рукой Вот здесь вот Они не должны Значит Ваши руки не должны Касаться гостевой тарелки То есть Вот вы взяли Нижнюю тарелку Используем как поднос А вторая тарелка Уже Вот она Вот она вот здесь вот Аккуратненько лежит И берем ее вот так вот Пальчиком поднимаем Руку туда заводим Вот это все Убираем Чтобы не было следов То есть Рука Одна так Другая вот так Вот так вот Понимаете То есть Чтобы не оставались ваши следы Ни здесь Ни на тарелке Потому что Рестораны бывают разные Так же как и отели Бывают разные Если 5-звездочный отель То это большая проблема Если гость увидит Допустим следы пальцев Ну и Ну в общем Чисто как бы неприятно Для самих себя Понимаете Поэтому тарелочку Аккуратненько Подносик используем Поэтому Поехали Самое интересное Впереди Вот пока Пока Да Пока девчонки и мальчишки Сервируют Я вам расскажу Про стекло Начнем прямо отсюда Бокал Кто знает как называется Кто был в кофейнях Как? Айриш кофе Почему это называется Именно не кофе А кофе Потому что Придумал Придумал этот бокал Это еще история С войны С Великой Не с Великой Отечественной А просто с Второй мировой Была Где-то в Британии Была база Военно-воздушных сил Там работал бармен И когда летчики прилетали Было очень холодно Он наливал им туда Он наливал в бокал молоко И добавлял туда Виски Поэтому кофе Назывался ирландский Вот И чтобы не обжигать руки Он лично придумал Такой бокал Толстостенный С ручкой Называется Айриш кофе Этот бокал Вы точно все знаете Конический бокал Как называется Называется Хайбл По-другому Хайбл Коллинс Подаем В основном В основном Либо соки Либо Либо Газировку Либо воду Помните Вот в ресторанах Когда были Вот сюда подает То есть ну в таких Как бы невысокого уровня Подают вот таких Так Смотрите Значит Не все нормально Смотрите в начале Воспределитесь Смотрите Ты ставишь Подстановочные тарелки Девушка как вас зовут Вика Вика пусть ставит Закусочные тарелки Значит Ставите Смотрите Берете пальцем Ставите Два сантиметра от края Чтобы понять что такое Два сантиметра Два пальца Отложили от края Ровненько Поставили Потом вторую тарелку Два сантиметра От края Поставили Вика Подходит Так же На середку Причем смотрите Как надо ставить тарелку Не вот так Вот ее Чтобы слышен звон А вот Приладились в одно место Опустили Чтобы не было звона Не так вот А Поставили Опустили Все просто Так Следующий Следующий бокал Как называется Old Fashion Old Fashion Что подаем Их обычно два вида Значит Бывает Old Fashion Это Будем говорить Большой бокал И его младший брат Называется Рокс Значит В нормальных барах У барменов Принята Следующая градация В Old Fashion Вы наливаете Алкогольные напитки Старше 12 лет Допустим Виски Глинфидик 12-летний Спешл резерв Да А в маленький бокал Рокс Вы наливаете Вы наливаете В основном Бленды Это Допустим Джонни Уокер Какой-нибудь Ред Или Блейк Либо Допустим Какой-нибудь Ром Невыдержанный Понимаете То есть Чем больше бокал Тем более качественный И более дорогой Напиток Вы наливаете Ну это нам все знают Это что такое Ну что Рюмка Правильно Чего наливаем в рюмку Водку Правильно Национальный русский напиток Кстати Я вам говорю Водка не является русским Национальным напитком До Петровских времен Водку вообще не пили Вообще На Руси До Петровских времен Россия была Самой трезво Мыслящей страной Водку Ввел В обиход Петр Вот Вот эти Западные веяния прилетели И ввел Значит Так называемое Столовое вино Номер 21 Петр Первый До этого пили Медовухи Это настойка на меде Либо какие-то Настойки на травах Абсолютно полезные Которые использовали Вначале для лечения А уж потом Стали использовать Как алкогольные напитки Поэтому Вот он все Петр Первый Друзья мои Вот это как называется Это называется Стопка То есть Это Рюмочная Водочная рюмка Это Стопка Шот немножко другой Я сейчас покажу Если есть у нас шот Вот Вот он примерно Вот он примерно Вот такой вот То есть Разница Что называется Почувствуйте Самый интересный Бокал Как называется Смотрите Их несколько Не-не-не Очень интересное название Как называется Называется Снифтер Что мы подаем В снифтере В основном Это конечно Коньяки Помимо коньяков Что можем Кто во Франции был Ну Значит помимо коньяков Что Франция производит Великая страна Арманьяки Слышали такой напиток Арманьяк Коньяк Это Ну Практически 50 там Верст от Парижа Провинция Коньяк Арманьяк Это юг Франции Гасконь Лангедок Руссион Либо Гасконь Это юг Это солнце Поэтому Значит В таких еще бокалах Подаются арманьяки Французы говорят Что Коньяк мы подарили миру Арманьяк оставили себе По статистике Французы пьют Больше арманьяков Чем коньяков Значит Ну Силу географии Потому что В коньяке Протекает огромная река Шаранта Которая имеет выход к морю Грузили бочки Отправляли Значит В Англию В Голландию На юге Франции Речи крупных нет Поэтому все что они делали Оставляли себе И наслаждались Ну и мы с ними тоже наслаждаемся И еще мы переходим Еще есть такой напиток Севера Франции Провинция Нормандия Может быть все слышали Такой напиток Кальвадос Вот Вот три вида напитков Которые подаются В этом бокале Причем Если у вас здесь На бокале Написано название Допустим Хеннесси Это известный дом Французский Который Значит Винный дом Коньяч Ну будем говорить Все таки Все таки винный дом Потому что Коньяк Производится из винограда Значит Имеет Примерно 30% Всех продаж Коньяка в мире Это Значит Напиток Входит Марка Входит в большую четверку Франции Если написано Хеннесси Но Допустим Вам надо залить сюда Какой-нибудь Коньяк Орди Есть То Значит В брендованный бокал Наливаем только Тот бренд Название которого Есть на бокале То есть сюда только Хеннесси Вы В силу того Что Люди неопытные Вы не сможете отличить Что сюда налито Да Но контролировать это Как-то надо Поэтому человек просит Хеннесси Ему там Приносит Бокал Орди Который налито Хеннесси Это большая проблема Это большой эрскандаль Значит Итак То что написано Должно быть налито Так Сейчас начинается Самое интересное Есть два бокала Есть два бокала Называется бокал Красивое название Флюте Наливаем туда Шампанское Почему флюте Знаете? Значит Смотрите Вот когда бокал Имеет такую узкую форму Когда наливают Шампанское Происходит игра пузырьков Вот И Хорошие производители бокалов Нарезают Вот там вот Внизу Специальную звездочку Либо делают какую-то Засечку в стекле Потому что Когда струя Когда струя Попадает Происходит Фейерверк Ну и естественно Ценители Вначале любуются Пузырьками Потом начинают Пробовать С моря Здесь такие вот Они начинают прыгать Как звездочки Поэтому Никогда Не берите Пружинку Не выгоняйте Не выгоняйте Отсюда пузырьки Вот Тоже очень интересный бокал Называется Есть два названия Есть одно название Это коктейльная рюмка Либо Мы в этот бокал Наливаем Мартини Но Я хочу сказать Это как бы Это общепринятая форма Помните что я пил Джеймс Бонд Мартини Мартини С джином Смешать Но не взболтать Это действительно так Почему как это делается Я объясню Значит это действительно так Если вы сюда накладываете лед Наливаете ингредиенты Точнее так Если вы наливаете лед Накладываете лед Ингредиенты в шекер И когда вы начинаете шекер взбалтывать У вас происходит отслоение льда Поэтому Когда вы наливаете Вот так вот Если смотришь То такие пленочки Отслойные Плавают Это называется Взболтать А смешать Это когда наливаю два ингредиента Аккуратненько ложечкой Охлаждают Потом лед удаляют И перед гостем С чем кстати пил Что там Помните Это Какой лимон Оливка там плавала Лимон Итак Ясно Три вида бокалов Кто мне скажет Что сюда льем Вино Понятно Какое вино Это очень важно Красное вино Сюда Наливаем Белое Сюда Наливаем Десертное вино Значит правильное название Значит Это называется Рюмка Мадейрная Есть такой остров Мадейра Где производят Прекрасное Крепленное вино Оно же десертное Содержащее Оно сильно алкогольное Содержащее Большое количество Сахара Сахара Значит Здесь Здесь в принципе Здесь в принципе Просто вот как бы так Коллекция составлена Значит почему красное вино Естественно красное вино Мы не наливаем Здесь примерно 732 735 грамм Вина примерно Наливается 150 Сюда Наливаем тоже Примерно 120-130 грамм Потому что Белое вино Должно подаваться Охлажденным Чем больше Вы нальете Тем быстрее Вино затеплет Соответственно Как только температура падает Градусов до 15-16 пить его неприятно То есть Белое вино Подаем охлажденным Значит Это Абсолютное Условие Примерно охлаждаем До 10 градусов Красное вино Подаем При температуре Шамбре Так называемое По-французски Французски это Значит звучит Примерно как Температура Рыцарского замка Это такое древнее Древнее название Примерно Комнатная температура 15-16 градусов Да Значит Рюмка для белого вина Называется Рейнвейная От слова Рейнское вино Рюмка для красного вина Называется Лафитная рюмка Именно рюмка Не бокал Как мы принято называем Рюмка лафитная Да? С этим разобрались И у нас еще осталось Бокал называется Маргарита Что подаем? Коктейли Какие? Допустим Коктейли Косточковые Либо Допустим Слышали Да? Есть такой напиток Алкогольный Маргарита Да? Делают здесь соленый край Да? Сболтали Налили Очень красиво Играет Всеми гранями Главное Не забудь Как он называется Бокал Маргарита И последний бокал Который я хочу вам показать Называется Харикейн Он бывает двух видов Бывает Бывает Значит с таким шариком И небольшой ручкой Либо бывает вот такой вот Харикейн В основном Подаем молочные коктейли Оптимальный вариант Да? Да? Взбили в миксере Слили Сделали красивое украшение Какие-то сливки Очень красиво С этим понятно Что дальше? Значит Наши коллеги Начинают сервировать Значит Смотрите Показываю Значит Вначале ставим Подстановочную тарелку Она же мелкая столовая На нее ставим Закусочную тарелку Да? Потом начинаем сервировать Начинаем сервировать Приборы Значит Приборы Которые находятся Ближе к краю тарелки Это вот эти два прибора Это Называется прибор Столовая вилка Этот прибор Называется Столовый нож Что едим? Вторые горячие блюда Допустим Мясо Допустим Какие-то овощи И так далее Дальше Есть Два вида Приборов Заметьте Три рожка Место четырех И нож Вот такой Необычайной формы Это Рыбные приборы Рыбные Вот вам Специальная Значит Это Наглядная Наглядная Агитация Это рыба Значит И Крайние приборы Это Приборы Не-не-не-не-не Закусочные Что мы едим закуску? Это салаты Всевозможные Да? Значит Допустим Очень-очень Сейчас модно Легкие-легкие Итальянские салаты Овощи Там листики Очень много масла И так далее Вот это вот Используем это Плюс У нас еще есть Две пары Мы их сейчас пока не поставили Но сейчас можно их засервировать Значит Одна ложка Это Столовая так называемая ложка Да? Которую мы едим Как я говорил Супы Бульоны И так далее Еще есть ложка По сравнению со столовой Она немножко меньше размером Это Ложка Десертная Молодцы Десертная Так вот Сервируется ложка Десертные приборы Сервируется немножко не так Вот смотрите Значит Сервируются они вот так вот Одна вилка Ручка налево Рожок направо Потом И Ложка Вот так вот То есть поняли, да? Для того, чтобы легче запомнить Ложка Вот так вот Так уж повелось Сервируется с правой стороны Вот Вот с этой стороны Поэтому Если не знаете как Как сервировать десертную Просто вспомните Как она находится на столе Ага Так Потом раз ее вот так вот На торец И она выехала Значит Так же и нож Десертный В принципе Вот эти приборы Очень похожи Десертные И закусочные Поэтому Сейчас в ресторанах Дабы сэкономить Нету развлечения Поэтому Просто сервируют Десертные приборы Сервируют Закусочными Это нормально Они абсолютно одинаковые Нормально Так Значит А вообще Вообще Ложка Ложка располагается Ложка располагается После Того Как люди съели Закуску Значит Какой Какой порядок У нас обслуживание Смотрите Что вначале Что вначале Мы подаем гостю Помните Вот Фраза Попить Имеет четкое название Называется этот напиток Аперитив Молодцы Поэтому аперитив Алкогольный Либо безалкогольный напиток Подающийся перед едой Для возбуждения аппетита Значит Как я сказал Они бывают Алкогольный и безалкогольный После аперитива Что мы Гостю можем предложить Значит Мы естественно Открываем перед ним меню Главное чтобы он не убежал За это время Вот предлагаем ему Показываем меню Человек начинает выбирать Значит Вы естественно Меню не видите Вы должны знать меню наизусть Поэтому Зная меню Вы должны Начинать предлагать Определенные позиции Определенные последствия Итак Что вначале предлагаем Вначале предлагаем Все таки Фирменные блюда Самое заглавие В меню Так называемое Блюдо От шеф-повара Да То есть Это обычно Рассчитано на то Человек когда приходит Первый раз Он не знает что взять Здесь как бы Меню от шефа И потому Как это вкусно Для нее Невкусно Принимает он Это не принимает Он уже понимает Гость понимает Что он в этот ресторан придет Либо не придет Поэтому естественно Это что-то вот Нечто такое Которое сделал именно шеф То есть что-то там вот Он выдумал Вытворил И вот это все произвел Поэтому в начале Фирменные блюда Потом мы что подаем Начинаем подавать Холодные закуски Да салаты И холодные закуски После салатов Холодных закусок Подаем Теплые салаты Знаете Есть такое Есть такие Теплые салаты Вот тот же Цезарь ваш любимый Слышали? То есть Основной продукт Горячий Цезарь бывает у нас С курицей Бывает с креветками Бывает с морепродуктами Но Главное что Основной продукт Горячий Поэтому называется Горячий Или теплый салат После теплых салатов Предлагаем что? Горячие закуски Я вам почему так это четко Рассказываю Потому что Потому что Подача И предложение Должны быть Вот как я вам рассказываю Четко Потому что нельзя в начале После салатов Подать суп Если у вас есть еще Теплые предложить И горячие закуски Также горячие закуски Не подаются после супа Они подаются перед супом Поэтому После подачи Горячих закусок Подаем Первые горячие блюда Они имеют тоже Четкое разделение Значит Какие Супы подаются В начале Какие подаются В конце В начале подаются Бульоны Потом По возрастающей Супы с наполнением Да Потом В самом конце Мы подаем Какие-нибудь Сладкие супы Молочные И так далее После подачи Первых горячих Подаем Вторые горячие Здесь тоже Надо знать Определенно Что мы в начале Подаем Потому что Можем подать Допустим Если мы подаем мясо То мы подаем мясо По мере его Возрастания В сторону Будем говорить Извините за простоту Слога Жирности Значит Вначале мы подаем Допустим Телятину Потом подаем Говядину Потом подаем Баранину Потом подаем Свинину То есть понимаете Вот по Так сказать Вот по Возрастанию Либо Допустим Если мы подаем Рыбу Вообще в начале Вы должны подавать Рыбу Потому что она более легкая Рыба легкая Опять тоже Рыба бывает тоже Как легкая Так и более тяжелая Понимаете То есть Подаем в начале От речной Которая менее жирная Начинаем предлагать И подавать К морской Которая Более жирная То есть вот По возрастающей Подали рыбу Подали мясо Ну вот что обычно Вы любите Десерты Правильно В начале фрукты Овощи и десерты Десерты кстати Тоже бывают По жирности Возрастающей Значит я вам все Расскажу потом Подали десерты После десертов Только после десертов Русская традиция Подаем И спрашиваем Чаи кофе Будете? Конечно будем Вы должны знать Что в начале Мы подаем десерт А потом подаем Чай и кофе А не наоборот Либо все вместе Вы должны подать Первым движением Тарелку с десертом Вторым движением Чай Чашку чая Либо чашку кофе Есть пять видов сахаров Тоже надо гостям Предлагать Если Если предлагаете Сливки молоко Надо спросить Вам охладить Либо Либо подогреть Да? После того как Подали наконец-то Чаи кофе Подаем Очень обалденный Напиток Который Называется Дежестив Что такое дежестив? Значит это Это также Алкогольный напиток Правильно звучит так Дежестив Алкогольный уже напиток Если мы там говорили Про аперитив Он бывает алкогольный Безалкогольный Здесь дежестив Алкогольный напиток Алкогольный напиток Подающийся После еды Для улучшения Пищеварения Молодцы Значит в основном Конечно Хочу вам сказать Но если мы Такой длинный путь сделали То не стоит Наверное Предлагать на дежестив Там Рюмку водки Или там Рюмку я не знаю Какого-нибудь там Апсента Да? Значит если предлагаем То предлагаем Допустим Виски Ром Текилу Но хорошей выдержки Допустим Больше двенадцати лет Да? Чтобы так сказать Если Если человек захотел Дежестив Ну мы ему и дадим там Виски Какой-нибудь там Пятнадцатилетний Чтобы человек насладился Ну потом можно предложить Естественно Для повышения вашего Среднего чека А соответственно Если ваш Так сказать Ну я скажу так Что официант Это конечно Это красиво называется Официант На самом деле мы все Обычные продавцы Понимаете? Наша задача Продать то Что сделал большой коллектив людей Это закупщики Это повара Это разделщики Это корейщики Это допустим Люди Которые убирают Люди Которые моют Вот Все то что они Допустим Тот труд который они вложили Вы должны этот труд Показать гостю В виде блюда Соответственно В виде И самое главное Чтобы после вашей работы Был хороший чек Чтобы все таки ресторан Давал какую-то прибыль Потому что Работать ради идеи Я согласен Допустим Первые полгода И последние полгода Но все таки середка Должны Ресторан Должен зарабатывать денег Особенно это конечно касается ресторанов Которые находятся В гостиницах В отеле В гостиницах Это важно Потому что Примерно 30-40 процентов Денег которые платят гости Или люди Которые посетили Ваш отель Либо ваше туристическое агентство Ну Поехав естественно куда-то за границу Это конечно еда Это питание Вот в общем-то как-то так Поэтому Приходите Я вас ему научу Будет интересно Спасибо 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 Спасибо